И снова печальные новости. Скончался певец и композитор Александр Градский. Ему было 72 года. Свои последние часы музыкант провел в больнице. 27 ноября народного артиста России госпитализировали. У него было подозрение на инсульт. Здоровье певца подкосил перенесенный в начале осени ковид. Артист почти перестал ходить. Его мучили боли в ногах на съемке в шоу «Голос». Его привозили практически в лежачем положении. 26 ноября Градский не смог самостоятельно добраться до ванной. Артист попросил близких помочь ему, но внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прийти в себя музыкант смог лишь через час. Кроме того, у Градского были проблемы с давлением. Медики приезжали к нему три раза. Композитор испытывал головокружение, но отказывался от госпитализации. Несколько дней его лечили на дому. Александр Фрадкин. Такова была фамилия будущей звезды. До 16 лет родился 3 ноября 1949 года в небольшом городе Копейск по Челябинскому. Папа-композитор по профессии инженер-механик, мама закончила ГИДИС, но так и не реализовалась в качестве актрисы. Жила семья бедно в комнате коммунальной квартиры площадью 8 квадратных метров. Но условия не мешали мальчику уже с детства заниматься музыкой. К середине 60-х он уже успел заработать себе именно в советской эстраде, основав такие рок-коллективы, как «Славяне» и «Скомарухи». Ну а всесоюзная слава Александр Борисович получил после выхода на экраны фильма «Роман со влюбленных» Андрея Кончаловского. В 1976 году Градский записывает композицию «Как молоды мы были». Авторство Александры Пахмутовой и Николая Добронравова для картины «Моя любовь» на третьем курсе. Изначально для хита планировался женский вокал, но волей судьбы ее исполнителем стал сам Градский. Песня стала визитной карточкой артиста. Прошло уже почти полвека, а она не потеряла актуальности. Последние годы своим опытом, приобретенным за долгую музыкальную жизнь, Градский делился на первом канале в шоу «Голос. Кресло» легендарного наставника «Голоса» опустело юбилейном десятом сезоне. У Александра Борисовича осталось четверо детей, уже взрослый сын и дочь третьего брака, а также братья Александр и Иван, родившиеся в четвертом браке артиста. В 2003 композитор познакомился с моделью из Киева Мариной Каташенко, ровесницей его старших наследников. Разница в возрасте смущала только окружающих, а не саму пару с эффектной блондинкой. Наш герой фактически обрел вторую молодость, вечная память великому артисту.